Приветствую вас, давайте разберем вопрос, который вы задаете, честно говоря, я вижу сначала некоторое противоречие в том, что с одной стороны вы говорили, что ваш муж ведет себя по отношению к вам не так, как вам было. Мне бы этого хотелось, да, не так, как вам представляется верным, представляется адекватным, а вот вы его обвиняете в определенных действиях, в том, что он ездит без вас на отдых, в том, что он ищет себе подруг, правда, я не совсем понял, в каком смысле он ищет подруг, потому что это можно делать в разных качествах, в разных аспектах. Вот, вы говорите, что он запрещает вам иметь своих подруг, своих друзей, и когда это получается, он все портит. Что именно портит и как, точно не совсем понятно. И вот, этот человек, получается, не ценит то, что вы делаете для него, то есть он не ценит вашей заботы, как вы говорите, и всякое такое. Но, при этом вы хотите сохранить с ним отношения. И вот, честно говоря, для меня в этом смысле загадка. Это загадка, то есть вам, получается, что-то не нравится, вас не ценят, а вы все равно хотите сохранить отношения. Для чего? Самое главное, как вам это видеть, как вам видеть сохранение отношений. Потому что, если, если не принимать партнёра своего, таким как он есть, а вы, судя по всему, мужа своего не принимаете как раз. Таким вот, какой он есть, то, как-то вот несколько, несколько странно выглядит, а то, что вы хотите с ним отношения сохранить. Вот, то есть я думаю, ну, наверное, так можно вам здесь сказать, да, то есть вот, как бы, в таком ключе можно ответить. Следующее, вы говорите, сохранить отношения, что это значит, сохранить отношения. То есть я, ну, например, несколько различаю отношения и взаимодействие между людьми. Да? То есть, как бы, отношения это больше такая внешне социальная история, а взаимодействие между людьми это что-то такое более интимное, более личное. Вот. И, соответственно, вопрос здесь, вот, какого рода взаимодействие вам интересно, понимаете? То есть, как бы, если взаимодействие, а личное больше вас интересует, да, то, на мой взгляд, ну, имеет смысл сделать так, чтобы муж хотел с вами общаться, чтобы муж хотел вас ценить, чтобы муж хотел вас как-то уважать и так далее. Да? Вот. А сейчас, ну, как бы, ничего такого сейчас не происходит. То есть, у мужа нет мотивации что-либо менять, потому что это, видимо, ну, видимо, 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 у него есть все, что ему нужно. И так. Вот. То есть, это, ну, наверное, вопрос, как я думаю, да, это, наверное, вопрос вашего поведения, как мне кажется. Вот. То есть, это вопрос, ну, вот, того, как вы себя ведете, это вопрос именно того, как вы себя репрезентуете, как вы себя показываете. Вот. Это, наверное, вот больше про это. Мне показалось, я не уверен в этом безусловно, но мне показалось, что в том числе речь идет про желание ваше соответствовать определенной норме. То есть, может быть, это страх, допустим, страх остаться без семьи, страх остаться без мужа, страх остаться без поддержки. Так. 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 В какой-то момент такой, достаточно тоже праздник. Как-то к этому еще иметь отношение? Ваша религия, вы сами о ней сказали. Вот, но в целом мне кажется, что вы скорее обесцениваете себя, нежели чем относитесь к себе угрожительно, но хотя бы потому, что миритесь с неприемлемым отношением к вам вашего мужа. То есть, это вот именно что неприемлемо с вашей точки зрения, да? То есть, по сути, вы говорите, ну, примерно следующее, вы говорите, что, значит, с одной стороны, я не принимаю то, что, ну, вот, то, что муж делает, да, с одной стороны, с одной стороны, с одной стороны, я это не принимаю, с другой стороны, я и терять это не хочу. То есть, это вот, получается, ну, такая вот, наверное, такая жертвенная, я бы сказал, немного позиция, наверное. Да, то есть, это позиция, в которой я не могу или, может быть, не хочу делать выбор. Вот, и, соответственно, вот, это то, на что вам нужно обратить внимание, на мой взгляд. То есть, это вот то, на что вам нужно обратить внимание, на возможность сделать выбор, на возможность решить для себя, как я буду выстраивать свою модель поведения. вот, как конкретно это буду делать. Тогда уже можно будет о чем-то говорить. Тогда уже можно будет что-то вам рекомендовать, тогда уже можно будет что-то над чем доработать. Вот, отношения выстраивают двое людей, и, соответственно, своего мужа вы не переделаете, вы его либо принимаете, либо нет, а то, что вам хочется, можно доносить через бесконфликтное общение, основу которого вы можете, в принципе, поучиться, у психологов, ну, то есть не у психологов поучиться, а именно вот, как бы, прийти, скажем так, к такой позиции, да, прийти к такому, в такой форме, да, прийти через общение с психологом, а вот, через проработку, может быть, своих проблем, да, которые выкнули, которые у вас есть, ну, вот, это в страхе, это, может быть, какого-то нужно, на самом деле, и так далее, вот, потому что, ну, вы выбирали этого человека, вы выбирали от него быть, а в итоге получается, что на протяжении вот длительного времени терпите от него неподобающие отношения к вам. Вот, и если терпите неподобающие отношения к вам, значит, для чего тогда ему меняться, да, то есть как бы, ну, то есть, сами вот подумайте на эту тему. Вопрос-то, как бы, вот. Это, собственно, собственно, это то, что я хотел вам сказать. Как сказать. Опираясь на, вот, ту информацию, которую вы предоставили нам. Вот. А, значит, я, условно говоря, по-преднему считаю, что, вот, ваше, в какой-то степени, такое вот, вот, упоминание религии, да, то есть то, что вы, вот, верующие, значит, вот. То есть то, что вы верующая христианка, да, вот. Я, по-принему считаю, что эта позиция имеет несколько деструктивные под собой моменты, вот. Не связаны с тем, что религия там плохая или нет, вот, ни в коем случае, а связаны, скорее, вот исключительно с теми аспектами, да, с теми моментами, вот. Как вы относитесь к себе и к жизни? Вот, полного исключительно только об этом я хотел бы вести речь. Вот, в остальном, ну, если вас религия делает счастливой, то, в принципе, в принципе, все, как бы, замечательно, замечательно. Вот, поэтому я думаю, я думаю, что вам не гармонизировать свое отношение к самому, да, и, ну, и отношения с мужем, в принципе, тоже гармонизируется. Но, на мой взгляд, вы, вот, на данный момент, вы слишком зависны от человека, на мой взгляд, вы слишком в нем нуждаетесь, на мой взгляд, вы слишком не самостоятельны сейчас. И, соответственно, это дает возможность, это дает возможность вашему мужу вам манипулировать, то есть позволять себе какие-то вещи, вот, которые, ну, в другой, в любой другой ситуации, да, человек бы, ну, наверное, наверное, не позволил бы, не позволил бы себе, вот. Но, к сожалению, к сожалению, повторюсь, что важно, это все важно, именно. Ух, так что, один из основных вопросов, вот, ну, вопрос, на который вам нужно найти ответ, это вопрос, связанный с тем, а, значит, для чего мне сохранять отношения со своим мужем, то есть, да ну, зачем, для чего я, а, зачем мне это нужно, вот, для чего я это хочу? Уверен ли я, что, от этого будет хорошо, ну, не знаю, допустим, мужу, вот, самому мужу, вот, уверен ли я, или делаю я это для себя? А, если, 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 если я это делаю для себя, допустим, если я это делаю для себя, то что именно я делаю для себя? Что именно я хочу делать? Это вот те, а, compressом, те вопросы, на которые вам нужно ответить, вот, на мой взгляд, по крайней мере, вот. А вот, значит, так я могу вам ответить, такой у меня вам ответ будет. На этом, в принципе, всё, на этом, в принципе, я думаю, можно уже закончить, вот, я надеюсь, что у вас всё получится, надеюсь, что вы разберётесь в своих, ну, своих проблемах, я надеюсь, что вы как-то вот, ну, поисследуете все свои трудности, да, вот, и уже решите, что делать дальше. Ну, а мы поможем, конечно, безусловно, мы вам поможем всем, чем можем абсолютно, но, повторюсь, без ваших личных усилий ситуация работать не будет. Я вам хочу ещё раз пожелать удачи, надеюсь, что ситуация ваша будет разрушена, вот, всего вам самого доброго. Спасибо. Спасибо.